Правительство запускает программу, по которой россияне смогут поехать учиться за границу за бюджетные деньги. Сегодня газета «Известия» сообщила о том, что премьер Дмитрий Медведев уже подписал это распоряжение. Пресс-секретарь Министерства образования Анна Усачева говорит, что программа может начать работать уже в этом году. Впрочем, как подавать документы и какие именно вузы попали в систему поощрения, до сих пор непонятно. Впрочем, экспертов же смущает механизм отбора и то, что за учебу в университетах из первой десятки мировых рейтингов российским студентам даже после получения господдержки все равно придется доплачивать самим. Тему продолжит моя коллега Ульяна Малашенко. Ульяна. Добрый вечер, коллеги. Российское правительство готово оплатить учебу россиян за рубежом, но не всех и, судя по всему, не полностью. Государство собирается тратить на одного потенциального студента полтора миллиона рублей в год. Правда, претендовать на выплаты смогут в первую очередь представители технических специальностей, программисты, врачи, химики и энергетики. Причем речь идет только о магистрских программах. Бакалавриат в систему поощрения не вошел. Главное условие получения денег после обучения вернуться в Россию и проработать в отечественной компании не менее трех лет. В противном случае обещаны трехкратный штраф от суммы за трат государства. Если же человек с этим условием согласен, то процесс получения денег будет максимально простым. Самое важное – подать заявку в числе первых. Говорит Игорь Карачин, пресс-секретарь агентства стратегических инициатив, которая выступила разработчиком этой программы. Никаких дополнительных фильтров. Человек поступил, принес документы, написал заявление, что вот он хочет, чтобы моему государству компенсировало обучение. Он заинтересован в этой программе, он соглашается с теми условиями, которые ему государство предлагает. Ну и что называется, долг. Если вручную регулировать по каким-то дополнительным критериям, тогда неизбежно могут возникнуть те вопросы, которые звучали в ходе многочисленных совещаний при подготовке данного документа. Как бы не было некой, так сказать, необъективности, умовства и так далее и тому подобное, что, как частенько, у нас, к сожалению, в российской действительности бывает. На три года работы программы 2014, 2015 и 2016 из бюджета обещают выделить 4,5 миллиарда рублей. В общей сложности, как заявляют разработчики этого проекта, с его помощью образование за границей получит 3000 человек по 1000 в год. Большинство организаций, которые предоставляют гранты для обучения в западных вузах, как правило, требуют, чтобы потенциальные студенты проходили конкурс. Например, нужно написать эссе о мотивации или продемонстрировать свои академические успехи. Помимо этого, чтобы получить гранта, потенциальному студенту часто требуется доказать, что он сам заплатить за свое образование не может. Первый зампред Думского комитета по образованию Олег Смолин считает странным то, что ничего из этого для получения финансирования от российского правительства не требуется. Поскольку четко механизмы отбора не прописаны, я не исключаю, что за рубеж учиться поедут не самые способные, а самые богатые или те, чьи родители и родственники занимают самое высокое положение в государственной иерархии. Попадать в зарубежные вузы должны студенты, уже доказавшие большие успехи в учении. Финального списка вузов, которые участвуют в программе, судя по всему, пока нет. На сайте агентства стратегических инициатив пока опубликован только примерный перечень. Но, впрочем, по данным газеты «Известия», в список все же попали университеты из первой десятки лучших вузов мира. Кембридж, Оксфорд, Гарвард, Ель и Массачусетский технологический университет. Однако, чтобы там поучиться, студентам все равно придется доплачивать, причем довольно много. Ну а тем, кому доходы этого не позволяют, придется ограничиться вузом попроще. Например, в Германии или в Нидерландах, говорит директор программ MBA и MBA Executive в бизнес-школе Сколково Валерия Павлюковская. Эти 40 тысяч долларов, если так округлять, дадут хороший шанс ребятам, которые хотят получить знания и навыки. Но в большинстве случаев 40 тысяч долларов, либо полтора миллиона рублей, в зависимости от курса, это будет, если мы берем, наверное, топ-10 тех университетов, которые в списке перечислены, это будет одна пятая от той суммы, которая потребуется потратить на образование. Здесь я, естественно, включаю не только затраты на самообразование, но и непосредственно проживание, которое, безусловно, в стоимость обучения не входит. В таких университетах, как Гарвард, Стэнфорд и прочие, общая сумма затрата приравнивается в среднем к 200 тысячам долларов. Впервые о такой программе финансирования заговорили в 2010-м, когда президентом был еще Дмитрий Медведев. В 2011-м году программу одобрил Владимир Путин, однако летом прошлого года проект раскритиковали в администрации президента. Там посчитали, что он, дали цитаты, не отвечает целям инновационного развития. Сейчас программой по заказу Министерства образования занимается агентство стратегических инициатив, которое некоторое время назад в СМИ называли конкурентом проектов Дмитрия Медведева, того же Открытого правительства или Сколкова. Тем не менее, политолог Станислав Белковский полагает, что в этом случае не так важно, кто именно разрабатывает проект. В России считается огромное количество всяких государственных, окологосударственных, квази-псевдогосударственных структур, которые вынуждены постоянно напоминать о себе, чтобы их бюджетное финансирование никогда не прекращалось. От прекращения, впрочем, они совершенно не застрахованы, поскольку между всеми ними существует жесткая конкурентность. Однако вопрос, опять же, с субсидированием или с кредитованием, скорее, обучения молодых пытливых оседентов за рубежом не сводится к судьбе агентства стратегических инициатив. В конце концов, этим могли бы заниматься и банки, аффилированные с теми корпорациями, которые хотели бы получить выпускников западных университетов Сибиры на работу. Здесь, скорее, вопрос, как все это выглядит в контексте общегосударственной политики в области образования. Система российских вызов, в общем, остается для тех, у кого, в общем, нет ни денег, ни недостаточных амбиций, чтобы учиться за рубежом. Добавлю, по данным Левада-центра, 45% российских студентов хотели бы эмигрировать. Ну и сегодня многие спикеры в разговоре со мной часто вспоминали эту цифру. Спасибо. Спасибо.